Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Константин. Сегодня тема лекции урока следующего человека. Часто возникают боли, ломота, распирание, тяжесть и дискомфорт в передней большеберцовой мышце. Как всегда, анатомия Google вам в помощь. Посмотрите, как располагается передняя большеберцовая мышца, где она находится, с чем ее едят. Вот так вот. Посмотрите, почему. Потому что одну часть лекции мы вам преподаем, а вторую часть лекции мы все-таки хотим, поленитесь вы узнать что-то большее или не поленитесь. То есть в наших лекциях мы тоже подразумеваем рациональное зерно, чтобы заставить, чтобы вы свою лень немножечко отодвинули назад и все-таки посмотрели, узнали. Итак, что передняя большеберцовая мышца, какую выполняет не функцию, а в чем участвует? Прежде всего участвует в поддержании равновесия. Очень большую функцию она, то есть принимает участие в физических нагрузках человека. Потому здесь нам бы хотелось подчеркнуть, уважаемый зритель, если вы не контролируете свои физические нагрузки, то, конечно, и не решите тогда, не плачьте, если у вас болят мышцы ног. Вы должны, обязаны свою энергетику уметь распределять. Вот поддержание равновесия, вот сразу мы сказали. То есть если у вас равновесие в физических нагрузках неконтролируемое, вы просто глупо используете эту энергию жизненную, то, конечно же, изнашивается любая мышца. Энергия теряется. Вам потом ее надо будет что? Эту энергию подкопить. Вот это самый важный такой нюанс. Ну и, конечно же, в чем участвует чаще всего передняя большеберцовая мышца? Она участвует в ходьбе, в беге, как ни странно, в катании на коньках. Итак, данная точка R2 Женьгу всегда выступает при всеразличных болях, недомоганиях, дискомфорте. И всеразличных, скажем так, ломоте в передней большеберцовой мышце. Если эта мышца вас достает, пожалуйста, данная точка R2 вам в помощь. Массажируйте, воздействуйте на нее и в целях успокоить ее, в целях активизировать большеберцовую мышцу, в целях поддерживать ее в тонусе. Ну а также помните, что легче болезнь предупредить. И чаще всего надо для профилактических целей использовать данную точку, если у вас уязвимое место передняя большеберцовая мышца. Спасибо за внимание!